игры стражей здесь ну почти здесь 20 апреля начнутся ежегодный ивент доступный для абсолютно всех игроков был официально анонсирован вчера во всех подробностях давайте я вам расскажу чем игры стражей в 2021 году будут отличаться от аналогичного пилотного ивента в прошлом какие награды какая механика ивента и все 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 что ты хотел бы о нем знать ивент игры стражей это в каком-то смысле наследник ивента гонка фракций в котором устраиваются состязания между игроками разных классов в прошлом году победу одержали титаны оставив далеко позади варлоков и охотников которых искусственно пришлось занижать в этот раз вы можете выбрать только один класс и ввести его к победе чтобы на этот раз все было честно банджи изменили систему накопления очков например они отказались от искусственного занижения прогресса по численности и теперь все решат очки которые вы будете зарабатывать с самого начала очки будут начисляться за медали и подсчитываться у всех одинаково выглядеть это будет следующим образом за бронзу 1 очко за серебро 2 за золото 5 очков а за платину целых 15 однако чтобы все же сохранить конкуренцию на протяжении всего ивента класс занимающий третье место каждый день будет получать к своему счету дополнительные плюс 10 процентов от числа очков так что возможен великий камбэк главной новинкой мероприятия этого года станет особый плейлист налетов игр стражей это как обычный плейлист налетов авангарда но только лишь с той разницей что он будет объединять игроков по классам ранее была инфа о том что плейлист наоборот бы вас разделял из заставлял соревноваться внутри активности но это оказалось ложной инфой в этом плейлисте гораздо эффективнее будет осуществляться накопление венков это специальные такие предметы которые нужно собирать стражам во время соревнований выглядят они как разноцветные частицы из гамбита давайте пару важных моментов о них вот сейчас и обсудим во первых для чего собирать ну по сути это ивент валюта которую вы меняете на контракты карты претендентов и другие предметы и награды у эвы во вторых венки будут выпадать во всех активностях прямо на землю кроме гамбита и гарнила где они будут вручаться по окончанию матча и важно помнить что если вы их не соберете то на почту они вам как утерянные вещи не придут так что прямо ножками идем и подбираем как в гамбите ну и да для того чтобы они вам вообще падали венки эти вам нужно на протяжении всего ивента носить особый классовый предмет который вам выдадут прямо в самом начале мероприятия и если вы участвовали в прошлогоднем ивенте и у вас осталась шмотка того года на наработать не будет это стоит помнить кроме этого банджи развивают идею модификаторов в рамках ивента они будут работать в новом плейлисте а их эффект будет зависеть от места занимаемого вашим классом в предыдущий день соревнований если ваш класс в среду занимал первое место а в четверг упал третье то у вас будет эффект от первого места и длится он будет один день теперь давайте посмотрим что за эффекты за золото уровень здоровья щитов и скорость восстановления увеличивается кинетическое оружие наносит больше урона за серебро способности ближнего боя восстанавливаются быстрее стражи наносят больше стихийного урона и у вас будет больше тяжелых боеприпасов ну а за бронзу гранаты наносят увеличенный урон и восстанавливаются значительно быстрее стражи также будут наносить больше стихийного урона кроме того в плейлист будут добавляться и ослабляющие модификаторы чтобы усложнить жизнь тем кто находится на лидирующих позициях таблицы чтоб не расслаблялись золотой класс получит два таких ослабляющих модификатора на серебряный 1 то какой именно дебаф модификатор будет активирован зависит от классов которые располагаются ниже на пьедестале эти моды нам более привычные вроде тех когда мобы наносят больше урона по игрокам находящимся в воздухе или атака ближнего боя бьет по вам сильнее еще эва вручит вам и ящичек где вы сможете хранить медали перед тем как сдать их у пьедестала в башне эдакий банк у ящика есть ограничение по вмещаемости так что вам нужно будет следить за тем когда вы его заполните вы не сможете больше копить медали и поэтому их нужно будет сразу бежать сдавать пьедестал в башне а потом возвращаться к соревнованиям но и это еще не все я уже упоминал выше некие карты претендента что это их можно приобрести и вы за те самые венки активировать можно не более одной такой карты за раз следуя их заданиям вам нужно выполнять разные поручения в налетах гарнили и гамбите чтобы завоевать золотую медаль и принести своему классу 5 очков но можно пойти в банк и принести 15 благодаря платиновой награде это особая платиновая карта претендента потребует выполнять задание в сумрачных налетах то и листья горнила выживания и испытаниях осириса самых горячих активностях игры короче это единственный способ заработать платиновые медали выполнив задание платиновой карты вы получите статус звездного бойца и особую награду на церемонии награждения банк же уточняет что чтобы сохранить статус звездного бойца на все выходные необходимо завершить платиновую карту претендента до ежедневного обновления в пятницу ну а каждые выходные вы сможете покрасоваться свечением классового предмета на специальной церемонии цвет свечения зависит от занятого вашим классом место а с 7 по 11 мая в башне пройдет грандиозная финальная церемония закрытия игр стражей будем надеяться что разработчики приготовили нам сюрприз и она пройдет в каком-нибудь интересном лайв формате все же это будет не только финалом ивента но и финалом всего сезона а что там с наградами ну во первых кто не участвовал в ивенте прошлого года ждет тот самый экзотический пулемет наследник я уже делал видео о нем в прошлом году но если что-то изменится то и о том как получить пулемет в двадцать первом году тоже расскажу в отдельном ролике для тех же у кого пулемет уже есть на него будет орнамент и катализатор который улучшает арковый щит при стрельбе каталик будет падать за внесение золотых или платиновых медалей и кстати там в трейлере показали как стражи из пулемета по танку стреляют вот никогда так не делайте пожалуйста ладно это видимо какие-то вредные советы в исполнении редакторов банджи ну а в лавке eververse также появятся новые предметы оболочки призраков спейроу корабли и новый набор универсальных украшений для брони в этом году он даже будет нормально краситься в отличие от того года но для этого его нужно будет снова купить за вашу пыль или серебро куда без этого в целом же должен сказать что ивент и правда получил ряд важных изменений так что я даже заинтригован хочется посмотреть как это будет играться конечно жаль что это все еще не полноценная олимпиада с гоночной лигой на сперл например но уже хоть что-то и я там параллельно делаю еще одно видео которое вообще думал выпущу раньше чем разбор игр стражей но да не суть я в нем тоже там делюсь несколькими идеями относительно ивента игры стражей в том числе так что на канале еще не раз вернемся к этому мероприятию вот я к чему пишите в комментариях за какой класс топите кто победит хвалите свой класс дразните другой только делайте это спортивно спасибо за просмотр удачи а